Народ, привет! Всех приветствую вас на канале US Family Van из ни хрена сегодня не солнечной, но по-прежнему жаркая Флорида, город Нейплс, и мы на площадке CarMax, и мы с вами сейчас посмотрим, как вам ролик, в котором мы купили Антону Volkswagen Jetta, а давайте посмотрим на CarMax, можно ли купить Volkswagen Jetta, по каким деньгам, будет ли это сэкономленные деньги, не сэкономим, потому что, в принципе, опции кредита здесь доступны, я вам даже покажу, сколько было стоил этот кредит здесь, какой платеж и так далее, вот давайте сравним, стоило ли нам заморачиваться покупать новую машину в автосалоне, или можно было приехать на CarMax и, блин, и здесь посмотреть. Давайте я сейчас это делаю, ребята, это информационные ролики, которые очень помогут людям, которые приезжают вот сейчас или находятся уже в США, ищут себе машины, пока у них в аренде и так далее, и, соответственно, я надеюсь, что вам это будет полезной информацией, вот я для вас ее сравниваю. Ну что, давайте, погнали, смотрим. Смотрите, специально вышло много седанов. Так, и вот я сразу попадаю на первую белую Jetta. Давайте смотрим, Volkswagen Jetta ровно точно такой же, как мы взяли. Кто не смотрел, посмотрите, напоминаю, там были четыре серии видео, очень, вот я считаю, хрестоматийные видео о том, как нам отказывали, как выставляли разные условия, как говорили, что нельзя приехать из Соши вам купить, потому что нету кредитной истории и так далее. Все мы это прошли, и, соответственно, мы в этот момент, я показал, что мы все равно в течение, то есть там четыре ролика, но в течение одного дня мы его снимали, все равно к вечеру мы купили машину, посмотрите, какую, за какие деньги и так далее. Ну, кстати, это, на самом деле, стоит версия SEL, а мы покупали версию SE. Вот, наверное, она вот эта вот, я так понимаю, стоит, потому что SEL у нас имеет, видите, уже здесь туманки снизу, другая оптика несколько иная и панорамная крыша. Ну, давайте все равно, давайте сравним, например, SEL, а вдруг мы могли за те же деньги купить себе SEL. Так, коврики тоже есть, тоже классная кожа, тоже Digital Dashboard мы там видели, посмотрите. Вот, кстати, странно, в этой версии, пообратите внимание, вот я уже заранее вижу, нету адаптивного круиза и столько расстояния до машины, а в версии, которую мы купили Антону, есть еще и удержание полосы. Вот, я посмотрю, несмотря на то, что версия это более заряженная. Все остальное, в принципе, вот здесь вот у нас с вами есть подогрев руля, подогрев сидений и... Это что, это у нас что, вентиляция, что ли, сидений? Ну, видимо, вентиляция сидений. Ну, это клёвая функция, согласен. Вентиляция сидений за счет. Здесь все то же самое, опции те же самые. Крыша панорамная, ну, нужно, не нужно, ну, не знаю, в принципе, почему бы и нет, это классная опция. Так, здесь все сзади по-прежнему точно так же есть, правда, подогрев сидений. Но для холодных штатов нас во Флориде это не сильно интересует. Давайте глянем. Тридцать две тысячи. Тридцать две тысячи премиум Volkswagen SEL и пробег 16000 2WD 1.4. Ну, что ж, господа, не бюджет, не бюджет, заранее говорю. Ну, плюс, естественно, будет как бы налог и так далее. То есть эта машина обойдется примерно в 35000. Ну и, соответственно, отсюда вы видите, вот кредитная составляющая в районе 20%. То есть, итого 766 долларов бы обошлась она у нас в кредит. Ну, как вы помните, по-моему, там что-то в районе 600 долларов у нас обошелся кредит. Ну и процент несколько ниже. Так, еще одна джета белая. Смотрим на черных колесах. Тонировка. Не, ну, неплохо. Неплохо смотрится. Я не вижу здесь почему-то не написано какая-то комплектация, но я подозреваю, что это SE. Давайте заглянем вовнутрь. Так, ну нет, это даже не SE. Это комплектация S, я так понимаю, потому что, ну, тряпка, нету климата. Ну, давайте поподробнее посмотрим. То есть, здесь, в принципе, нету практически никаких опций, которые должны, ну, хотя бы в минимальной комплектации, там, ну, в минимальный комфорт доставлять, да. То есть, мы с вами видим, нет, даже на водительском сидении это электрорегулировок, ткань, такая немножечко уже пошарпанная ткань. Нету круиза, только такое, нету даже расстояния до следующего автомобиля. Экран, в принципе, маленький, но он есть. Вот такой вот просто обыкновенный классический дашборд. Ну, ребят, в общем, ну, вы видите все сами, да, откровенно, я показываю вот как есть. И давайте же посмотрим на цену. Какая же у нас цена? 22 тысячи долларов и 60 тысяч пробег это S-Jetta. Если, Антон, ты видишь, ты видишь это видео сейчас, вот представьте, насколько различается цена на этот автомобиль. 60 тысяч пробегов, думайте. То есть, это приличный уже очень сильно пробег для немецкого автомобиля. Но я напоминаю, что мы взяли автомобиль новый. И 527 будет платеж. Ребята, вот как раз таки для тех, кто боится, приезжая, заходить в автосалон, а ищет бэушку. Если вы рассчитываете на то, что у вас там, в принципе, есть какой-то небольшой down payment и так далее. То есть, здесь не забывайте, здесь еще будет к этой цене, естественно, плюс процент и так далее. Здесь еще будет сбор, который вот здесь вот он указан, ребят. Я напоминаю, что вот здесь вот у нас еще, видите, 400 долларов за тайтл и так далее возьмет. То есть, прайс исключен, налоги, тайтл, регистрацию, ну такс. И 400 долларов это процессинг фи кармакс, который возьмет себе еще к этой цене. Ну вот, вот в общем вам и... Так, ну давайте еще мы посмотрим, потому что запросы примерно у многих приехавших сейчас одни и те же, плюс-минус. То есть, все хотят что-то такое до, там, 20-25 тысяч. Вот, соответственно, я и показываю. Малибу, Chevrolet. Chevrolet Malibu, LTE 51 тысяча, 2WD, полтора... 51 тысяча пробега, полтора и 24 цена. Уже не бюджет. Ну вот здесь вот мы с вами видим, что уже идет момент, который связан с солнцем, к сожалению. Ну, Флориду, не забываем. Есть панорама. Нет у нас кожи. Есть, правда, электрорегулировки сиденье немножко такое подуставшее. Руль, в принципе, целый. Все целое, но... Ну, машина... Видите, да, какое? Машина такой... Ну, странный запах имеет, не знаю, какой-то немножечко, как будто то ли горево, то ли курили, но химчители, не знаю. В общем, вот так вот. Так, ну, Камрюша, давайте глянем в такой версии. Шестнадцатый год, ЛИ Камри, 70 тысяч, пробег 2ВД и 21 тысяча. Забываем про такие цены, потому что, ребята, ну, это драконовская цена. Ничего не поделать. В общем, ну, я вам показываю, как есть, напоминаю. И вот представьте себе, что мы, в принципе, могли купить. Сейчас эти короллы посмотрим, потому что, вы помните, я вам говорил, цены на короллы, которые мы тоже выбирали для вновь приехавших ребят. Как бы, ну, вот, как есть, ребята. Все как есть. Все вам сравниваю. За вас хожу, все вот вам показываю. Смотрите мои видео и всегда будете в курсе. Подписывайтесь на мой инстаграм, usfemvans. Найдете туда, можете задавать вопросы и так далее. Пожалуйста. Пять тысяч пробег, 2ВД, 2А4, Киа Оптима ЛХ и 24 тысячи. Ну, что ж, Киа Оптима ЛХ. Ну, в принципе, цена неплохая. Пробег вообще никакой, 5 тысяч всего. Смущает ли меня пробег, ребят? Блин, ну, не знаю. Мне кажется, смущает. Вот как вам? Как вам такое? Как вы думаете, может, 5 тысяч? Я не знаю, что. Он просто поездил на машине 3 года, вот так разорвал сиденье и поставил ее на CarMax. Напоминаю, что некоторые говорят, бывает ли смотан пробег? Бывает, ребят. А за это уголовная ответственность, как дилер может продавать такую машину? Ребят, ну, дилер проверил, то, что там кто-то что-то где-то смотал. Ну, проверили, вроде все совпадает там. И ответственность возлагается уже не на дилера, а на того, кто ее продавал. Но так как уже это посредник, то, соответственно, блин, все, взятки гладки. Поняли, да? Такая примерная история. Ну, вот еще одна у нас Jetta здесь. Тоже SEL. Ну, все то же самое, не буду повторяться. 27 тысяч, 25 тысяч пробег, 1 на 4. Ну, вот как-то так. Можно ли купить Mazda 6 по приезду? Давайте посмотрим. И Nissan, конечно же, покажу вам Nissan. Mazda 6, Mazda 6, Skyactiv, 20 тысяч долларов, 73 пробег, 2WD, 2,5 литра. И, как вы видите, цена в 2014 году, 73. Что у нас с этой Mazda? Смотрим. Базая стоит. Ну, вы знаете, для своего пробега неплохо, очень неплохо. Машина была в аккуратных руках явно, потому что, посмотрите, порог живой. Живые эти. А, как-то вот так вот. Короче, как-то вот так. Ну, вот так, ребят. В общем, не знаю. Пишите свое мнение, что думаете. Altima SR. Ну, вот тут две Altima стоят. Смотрим с вами. Черная, на черных дисках. Люк. 2019 год. SR 68 тысяч пробег, 2,5 литра. И цена 25 тысяч долларов. Что мы можем купить за 25 тысяч долларов? Ну, ребят, руль прям уже, как бы, видно, что он хоженый-хоженый, прям, не знаю, затертый силен. Ну, возможно, знаете, сейчас в послековидные вот эти года, вот в эти замечательные послековидные года, потому что ковид, как выяснилось, был замечательным. Это было прекрасное время, мы все встречались в онлайне, выпивали по онлайну, ржали, немножечко болели, но, в принципе, никто особо, как бы, ничего сильно не потерял. Но, как бы, верните ковид, как говорится. Вот такая вот история. И 25 тысяч, 68 тысяч пробег. В общем, высоко. Мне говорят, цены падают. Ну, они, видимо, везде падают, кроме CarMax. Еще одна Altima стоит. Мне нравится, очень симпатичная машина, на самом деле. SR тоже, 20-й год, 24 тысячи, и уже 28 тысяч пробег. И вот, смотрите, платеж 671, 671. Ну, да. Ну, и все то же самое, тоже плюс налог, естественно, все такое. Ну, видите, да, вот почему Nissan, в принципе, не особо жалуют. Ну, тут вообще очень неаккуратный был хозяин. Машина прокуренная так, что вообще даже... Фу, я даже, говорит, вот смотрите, вот здесь, там вон все сидение. Вот и попробуйте онлайн купить такую машину, без того, чтобы вам ее не посмотрел кто-нибудь на площадке. Ребята, вы просто посмотрите. Эта машина, ну, живой пример того, когда 20-й год, 24 тысячи пробег. Что с машиной делали, я даже не представляю. Смотрите, здесь полностью все уставшее, уже пластик и так далее. Заклеенное сиденье. Тут разошлись нитки. Там две дыры, которые заклеены. Заклеены, я не знаю, пенал, он стрелял тут резиновыми пулями. Здесь, что было, я даже представить не могу. Не знаю, все облезло вообще. В машину реально... Я даже садиться, я даже, блин, лицо туда не могу. Она воняет так, что я вам передать не могу. А посмотрите, как выглядит. Посмотрите, как она шикарно выглядит. В машину не сесть. Вот чтобы вы понимали, забудьте туда даже садиться. Вонь адовая. Глаза режет просто. И тухлятина, и дохлятина, и прокурена. И даже монитор с этой стороны, посмотрите, там не знаю, что с ним делали. Там как будто кого-то, не знаю, собаку закрыли, и она там просто беспределила. А потом еще и курила сигары и сигареты, и по-моему, не только. Жесть просто вообще. Фу. Вот еще одна джета. Ну, просто мне, мне просто для сравнения, для того, чтобы вы, когда приезжали, вот те, кто смотрит мои видео внимательно, я даю зачастую советы, как лучше вам поступить, можно ли взять кредит, я отвечаю на все эти ваши вопросы, вот уже в таком порядке, чтобы вы понимали. Стоит, не стоит джета. Это, еще раз напоминаю, посмотрите, у меня называется, что первый кредит, первая машина в США, первый кредит. И там прямо я все подробно рассказываю, показываю на примере покупки для одного из зрителей, подписчиков машины, вот по приезду. 19-й год, С-21 тысяча, 48 тысяч пробег 1.4. Я, короче, предполагаю, что сейчас можно прям взять и в салоне машину купить, и сюда прям припереть и сдать ее нахрен. И все равно с этого прям заработаешь. Вот такая какая-то история. Так, смотрите, цивик стоит. Давайте покажу. Я не про этот цивик, но давайте посмотрим старый цивик, предыдущая генерация, многими любимая. 20-й год, 25 тысяч пробег, 28 тысяч долларов. Достаточно пустая комплектация, еще и на механике. Машина с пятнами, блин, вообще. Ну, не знаю. Ребят, я вам эти машины показываю, чтобы вы знали, просто как это вообще... То есть не для того, чтобы... Это не реклама CarMax, это просто я показываю, как как бы надо внимательно относиться к покупке. Так, ну вот это у нас с вами Kia Rio, 22-й год, 8 тысяч его пробег и 25 тысяч они ее выставили. Новая машина. Какие-то левые непонятные коврики убогие. Машина пахнет новой, еще целлофан, она реально новая прям. Вот прям новая. 25 тысяч долларов. Так, Kia, Kia. GT K5. Хорошо выглядят машинки, я так понимаю, очень модный цвет стоит. Значит, Kia K5 GT, 10 тысяч пробег, 2WD, 2,5-й, 40 тысяч долларов. Так, здесь у нас что? Фирменные коврики, никаких левых запахов, пахнет в принципе новой машиной, абсолютно живое, целое сидение. Здесь все целое, руль целый, 9,650. Здесь беспроводная зарядка. Такая интересная, вот это, конечно, Kia стали делать ручки такие, ну, своеобразные. Не знаю, мне прикольно, мне нравится такое, они похожи на троттл в самолете. Но 40 баксов, 40 баксов, ребята. Плюс, напоминаю, сюда еще примерно 12% прибавить, и вот будет цена. Готовы купить K5 себе за 40 баксов? Не знаю. Да, я знаю, сейчас напишут россияне, что да ты не видел наших цен. Кто-то напишет, что у вас дороже и так далее, но, значит, какое небо красивое. В общем, вот такая вот история, ребят. Давайте покажу, вот, а то потом прохожу, некоторые говорят, А, мы же шли к Цивику еще, к новому, сейчас я вернусь, вернусь, простите. Забыл, забыл. Ну, что у нас здесь с вами? Сонаточка. Хиндай Соната, СЕЛ, 19 тысяч, 2ВД, 2,5 литра и тридцатка денег. Тридцатка. Кредит будет 720 долларов примерно стоить. Напоминаю, что кредиты без сошего получить. Почти невозможно. Говорят, что есть, но я не сталкивался. Ни с одним случаем я реально не сталкивался. Поэтому не могу сказать, что это можно. То есть, нужен сошел. Такое вот сидение электро. Здесь везде ткань. Я так понимаю, не сильно богатая комплектация. Тридцать тысяч. Здесь вот, ну, диджитал, дашборд. Адаптивный круиз стоит. В общем-то, все так вроде неплохо. Классный цвет. Тридцать тысяч. Еще плюс прибавляйте 12%. Вот такую машину можно, приехав, купить в кредит. Например, если у вас есть сошел. Ну, либо в деньги. Так. И цивик вот этот вот. Я так понимаю, синий логотип. Синий логотип. Скорее, это гибрид, наверное, нет? Что скажете? А, нет, ну, это он от себя тину нагнал. Видите, он на крышу поставил какие-то оплавники еще. Короче, креативные. А, нет, тут спорт, туринг, цивик. Мне кажется, все равно от себя тина это явно. Да? Ну, не гибрид же это, да? Нет, туринг. Потому что странно, что CR-V в Европе пошла гибридная, а у нас и гибридных нет. А в Европе, пожалуйста, сколько угодно. И, блин, молодцы европейцы. Почему-то у них есть блин, а у нас нет, не знаю. Считаю, что американцы, наверное, могут заплатить за бензин. Видимо, не знаю, в чем проблема. 22-й год, синий спорт туринг, 8 тысяч пробег, 2ВД полторашка, 35 тысяч долларов. 35 тысяч долларов. Это дорого, ребят. Машина воняет сыростью. Ну, люка, нет, люк есть. И два варианта. Либо сюда налево дождя. Потому что она явно воняет сыростью. Она в хорошем состоянии. То есть, все это. Либо еще вариант. Кто-то любил много купаться. Вот это все, знаете, что такое? Это следы от крема от загара. Это я знаю не понаслышке. Кто-то мазал сыростью. Ну, воняет сыростью прям. Стоит вонь сыростью. То есть, она прям запах вот такой. Знаете, когда вы мокрое полотенце забыли, блин, в стиральной машине и достали его через неделю. Вот такие, короче. Или носки свои, короче. Типа стиранные, но сырые. Вот такая вонь прям стоит. Жесть. Так, ну что. Все, ребят. Я как бы на этом, наверное, заканчиваю. Круиз-Премьер. Давайте покажу. Круз, простите. Шевролей Круз-Премьер. А люка нет. Бесключевой доступ. Кожа. Машина прокуренная. Прилично прокуренная на самом деле. Вон стоит. Как бы, ну, руль такой затертый сильно. Не знаю, сейчас посмотрим пробег. Но в машине сильно прокурена. Так, Шевролей Круз-Премьер 31000, 2ВД 1.4 и цена 23000. 23000, ребят, ну как-то вот так вот. Все. Пока-пока. Увидимся. Спасибо, что были на канале. Продолжаем.